В прямом эфире Якутия 24. Вы смотрите выпуск «Итоги дня». В студии работает Влад Давыдов. Добрый вечер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отношении главы бетюнского наслега Амгинского улуса возбуждено уголовное дело. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следствия, еще в 2014 году между администрацией наслега и некой фирмой был заключен муниципальный контракт на строительство дорог в селе Бетюнь. И заведомо зная о незавершении подрядчикам работ, глава наслега подписала подложные документы об их полном выполнении, в последующем предоставив их в бухгалтерию для перечисления денег на счет этой компании. Фирма, в свою очередь, получила деньги в полном объеме, однако работа провела частично. Тем самым бюджету муниципалитета причинен ущерб на общую сумму более 5 миллионов рублей. Ведется следствие. Ну а фигурант другого похожего дела, глава Усть-Майского района Юрий Боярский отстранен от должности до окончания судебного разбирательства. Об этом сообщили в Следственном комитете. Решение принято Якутским городским судом. Напомню, что на экс-главу района заведено сразу два уголовных дела по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и изготовлении подложных документов. Также по делу проходит депутат райсовета. К другим новостям. За застрявшими в Благовещенске пассажирами авиакомпании Якутия из Хабаровска вылетел Боинг 737. Об этом нашему телеканалу сообщили в пресс-службе авиакомпании. Борт вылетел в Благовещенск в 20.35 по якутскому времени, затем оттуда в 22.25 полетит в Якутск. Более 30 пассажиров и 4 члена экипажа ожидают вылета в столицу республики. Напомню, что самолет авиакомпании Якутия совершил аварийную посадку. Сегодня утром в Благовещенске в сети появились кадры отказа двигателя. Известно, что самолет вылетел в Якутск, но был вынужден вернуться в аэропорт. Оперативно туда прибыли спецслужбы. Посадка прошла нормально. Пострадавших нет. Назначено расследование. Налог с ежемесячных выплат удерживать не будут. С 1 января этого года введена дополнительная государственная поддержка в виде ежемесячной выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и ежемесячной выплаты из средств маткапитала. В целях усиления материальной поддержки законопроектам предлагается установить, что такие ежемесячные выплаты не будут облагаться налогом на доходы физлиц. К другим темам повышения качества жизни в Южно-Якутском промышленном районе. Это первоочередной пункт в проекте плана социального развития центров экономического роста региона. Об этом в своем выступлении сообщил глава Егор Борисов на правительственной подкомиссии по реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке. По данным на финансирование долгосрочного плана из федерального бюджета, выделено 56 миллиардов рублей. На заседании рассмотрели проекты отдельно по каждому субъекту. В частности, в документе учтены потребности Якутии, в необходимости строительства онкологического и кардиологического диспансеров, общеобразовательных школ, взамен аварийных и многое другое. В начале этого года завершаем очень большую работу, которая связана с строительством социальных объектов на Дальнем Востоке с учетом поручений президента Российской Федерации. Конечно, здесь идет, прежде всего, о тех бюджетных средствах, которые нам необходимо пробивать для того, чтобы эти объекты появились. И прошло согласование, прошло обоснование. Мы определили в республике несколько точек роста. Это имеется в виду Южная Якутия. Это сегодня уже приглядывается в Восточной Якутии, на базе Ханаттампанского района. Ну и, соответственно, центр нашей столицы – Якутск. В Сочи стартовал российский инвестфорум. В этом году собралось 700 человек со всей России. Участники в ходе дискуссии обсуждают вопросы подготовки и переподготовки управленческих кадров, обеспечения открытого формата работы госорганов, эффективности целевых моделей улучшения инвестклимата в регионах, внедрения проектного управления и другие вопросы. Делегацию из Якутии возглавил председатель правительства Евгений Чекин. Премьер выступил на сессии «Человеческий капитал. Основа экономики будущего» на Дальнем Востоке. И буквально через пару часов в рамках этого форума планируется подписание соглашения об организации местных воздушных линий в регионах между Якутией, Бурятией, Минпромторгом и Министерством транспорта страны. Документ позволит начать совместную выработку финансовых и юридических механизмов, позволяющих организовать транспортно-логистическую сеть с применением парка самолетов ТВС-2, ДТС и их серийного производства на базе Улан-Уденского авиационного завода. С 1 июля перестанут выдавать паспорта транспортных средств ПТС в бумажной форме. Их заменят электронные. Сотрудники ГИБДД смогут воспользоваться данными этого документа для проведения необходимых регистрационных действий. При постановке на учет автомобиля с электронным паспортом автовладелец сэкономит 350 рублей, которые требовалось бы платить за внесение изменений в бумажный ПТС. Если бумажный паспорт утерян или пришел в негодность, а также просто по желанию автовладельца поменять бумажный на электронный, собственник может сделать это в одной из выполномоченных организаций, например, у оператора техосмотра. Гражданская панихида по Тарасу Десяткину состоится в субботу 17 февраля. Напомню, что накануне на 90-м году жизни остановилось сердце видного общественного и государственного деятеля, крупного специалиста и выдающегося организатора горнодобывающего производства Якутии и России. Панихида пройдет в Государственном театре оперы и балета с 11 часов. Тарас Гаврилов, человек, который заботился всегда о человеке труда. Он был наравне с молодым, с опытным работником, всегда давал умные советы. Я помню молодым на Драге 75, когда работал механиком, в период своей становления трудовой деятельности приезжал Тарас Гаврилович на Драгу. Это был действительно праздник, это был результат. Когда работал в профсоюзах, он считал всех профсоюзных лидеров своими опорой, помощниками, потому что непосредственно через нас знал обстановку. Конечно, это большая утрата, но мы всегда будем помнить о Тарасе Гавриловиче, о его руководстве под его счастливым. Я считаю, что это действительно было счастье работать под его руководством. И вечная память ему, и пусть земля будет пухом. Приговором Мирненского районного суда мужчина признан виновным в убийстве. Следствие установило, что в ходе распития алкоголя между двумя работниками природного парка живые алмазы Якутии возникла ссора. После мужчина нанес потерпевшему удары ножом в области грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы. с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Госавтоинспекция Якутска предупреждает водителя о массовых проверках с 15 по 17 февраля. В основном это направлено на выявление нетрезвых водителей и нарушение правил перевозки детей. Помимо центров населенных пунктов, наряды ДПС выставят в окраинах города, а также в местах массового отдыха граждан. ГАИ в очередной раз обращается к гражданам с убедительной просьбой быть неравнодушными, оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушителями ПДД и незамедлительно сообщать о фактах нарушений в дежурную часть по телефону 1-27. Дом по адресу Байкалова, 6 в столице, смогут признать аварийным сюжет с рассказом горожан о невозможности жить там дальше. Из-за непригодных условий и угрозы обрушения вышел в эфир нашего телеканала накануне. И сегодня стало известно, что здание снято с капитального ремонта, износ объекта 70%. Инженерные конструкции находятся в критическом состоянии, трещины в каждой квартире. Комиссия по чрезвычайному анализу уже создана и начала свою работу в ее составе жилком сервис управа автодорожного округа и управляющая компания этого дома. Добавлю, что там проживают пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, даже дети. По заявлению, по заявкам жильцов, еще в октябре месяце нами были установлены маячки в первом подъезде. После этого, после наблюдения получается, в декабре маячки разошлись. То есть наблюдалось движение стены несущей уже. Сейчас мы приехали именно к комиссии, уже какое-то определенное решение, чтобы вынести и что-то решить с этим домом. Данный дом в 2017 году был снят с капитального ремонта, так что жильцам сейчас целесообразнее всего будет признать его аварийным. В Нерингре капитально отремонтируют железнодорожный вокзал. Глав госэкспертизы России, проведя проверку документации, дала положительное заключение. Кап-ремонт здания вокзала пройдет в рамках программы развития пригородного и вокзального комплексов в границах Дальневосточной железной дороги. Кроме ремонта, также будут созданы необходимые условия для передвижения людей с ограниченными возможностями. Отмечу, что Нерингринскую станцию открыли еще в 1984 году. Это одна из трех независимых станций, расположенных в городе, и самая значимая для Южной Якутии. Ну а компания железной дороги Якутии начала заключать договоры с учетом новых сниженных тарифов. После того, как стоимость перевозки сравнялась с уровнем РЖД, тут же увеличился грузооборот. Из Алдана передает наш корреспондент Руслан Павлов. На грузовой контейнерной площадке железнодорожной станции Алдан небольшое затишье. Сутками ранее здесь было иначе. Отгрузили десяток платформ, и контейнеры отправились дальше, к своим адресатам. На очереди очередная партия платформ под погрузку. Бывает и по 10, по 12 платформ за день. Да. Вот сейчас стоит 8 платформ. То есть их надо загрузить? Да их сейчас надо загрузить. Мы их вчера разгрузили, сегодня будем загружать. Выравнивание тарифных ставок до уровня РЖД на перевозку грузов по железнодорожной линии Беркакит-Тамот существенно снизило финансовую нагрузку для грузоотправителей. Это сразу отразилось на грузообороте, который увеличивается с начала года. У нас по станции Алдан за январь текущего года объем грузооборот увеличился порядка 10%. В феврале за 15 дней мы уже по грузообороту превысили норму где-то 7-8% в среднем. С учетом подхода груза, того, что уже отгрузилось на инфраструктуру ЖДЯ, значит, подхода груза мы увеличим, я так думаю, где-то процентов на 10-15% к концу месяца. Привлекательность железнодорожных перевозок отмечают и грузоотправители, и получатели. Снижение финансовой нагрузки по транспорту увлечет снижение себестоимости производства. У нас перевозки поступают по графику, поэтому поступают, как обычно, каждый год. У нас после Нового года где-то в весне начинается оживление перевозок. Поэтому как работали, так и работаем, а снижение, безусловно, влияет на себестоимость. В условиях Якутии зимние месяцы считаются активными по переработке грузов. Больший наплыв начинается с календарной весны, так как до закрытия переправы через реку Лена буквально все хозяйствующие субъекты стараются переработать как можно больше грузов. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алданский район. Всех, кто за рулем, поделят на любителей и профессионалов. Законопроект подготовило Министерство транспорта. Согласно задумке, в правах должна появиться специальная отметка о том, что водитель профессионал, а подготовку водителей и любителей спустят на ступень ниже. Их будут готовить учреждения доп. образования. Сейчас же этим занимаются учреждения проф. образования. Ну а тем, кто собирается работать водителем по найму, придется пройти именно профподготовку и получить в водительском удостоверении отметку. При этом водители-профессионалы должны будут раз в пять лет проходить переподготовку и сдавать экзамены в ГИБДД на права, подтверждая эту отметку. Это касается всех водителей, работающих по найму, независимо от того, к какой категории относится их транспорт. Сейчас небольшая реклама, буквально полторы минуты. Далее смотрите во второй половине выпуска итогов дня. Проверят на обучение, Алроса продолжает подбор кадров из районов Якутии. На собеседование приходят сотни человек. В памяти святителей Иннокентия в столице открыли второй зал в Музее истории православия в Якутии, что ждет посетителей. 45 направлений, 300 участников. В Якутии стартовал региональный чемпионат WorldSkills, что нового подготовили в этом году. Репортаж с открытия. Пурпурный ветер, дующий с востока, в Якутске открыли выставку известных китайских художников. Продолжается совместная командировка представителей компании Алроса и Госкомитета занятости населения республики. Специалисты сегодня посетили Нюрбинский район. На выездное собеседование пришли 600 местных жителей. Из них 100 нюрбинцев уже готовы взять на работу в подразделение Алроса. Ну а 200 соискателей отправят на обучение. Прежде всего трудоустроят тех, кто уже имеет соответствующий уровень образования и профессиональной квалификации для работы в горно-рудной промышленности. Работу на месторождении организуют вахтовым методом. Зарплата составит от 30 до 100 тысяч рублей. При этом сообщается, что работники будут проживать в комфортных условиях в вахтовом поселке. Интерес у населения есть, но, к сожалению, практика показывает, что уже готовых специалистов не так много, у которых есть соответствующее образование. У многих нет необходимого образования, поэтому у нас тоже большой вопрос на сегодня стоит именно по их переобучению. В первую очередь сегодня мы будем, конечно же, с судаческим ГОКом и сперва определим тех, кого они уже возьмут сразу на работу. После этого уже с теми, которых они не отобрали, мы уже будем работать и по другим подразделениям, и по другим промышленным компаниям, чтобы предложить им работу как на вахту, и на сезонную работу, ну и также можно и на постоянную работу, если у них есть желание. В республике стартовал региональный чемпионат WorldSkills. Шестой по счету конкурс молодые профессионалы проведут по 45 направлениям. Заявились более 300 участников. Что нового для них подготовили организаторы в этом году. Торжественное открытие посетил Дмитрий Тымыров. Шестой по счету региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills в этом году стал еще моложе. Организаторы мероприятия допустили к участию ребят с 14 лет. В этом году участвуют школьники, направления юниоры. И если в прошлом году мы проводили только среди молодых профессионалов, это в основном студенты, то в этом году также принимают участие школьники. Также в этом году увеличилось число компетенций, по которым будут проходить соревнования. В этом году мы чемпионат проводим по 60 компетенциям. В прошлом году мы проводили по 43. То есть прибавление значительное. Есть развитие. Уже добавилось где-то 17 компетенций новых. Соревновательные дни пройдут сразу на шести площадках. В Якутске, Мирном, Нерюнгре, Хандыке, Нижнем Бестяхе, Мегино-Кангаласского района и селе Ажулун-Чурабчинского. Помимо студентов, участие примут более 100 школьников из разных уголков Якутии. Мы готовились довольно хорошо. Нам управлялись здания и показали. Мы решили выбрать свои силы. Оценивать работу молодых профессионалов будут 200 экспертов. Как приглашенных, так и из числа местных специалистов. Среди них будут и эксперты-дети. Это победители прошлых чемпионатов. В этот раз они оценят работу молодых профессионалов. Юные члены комиссии признаются, что волнуются не меньше, чем участники. Конечно же, надо быть очень компетентным экспертом и знать все аспекты своей сферы. Я думаю, я справлюсь с этой работой. Ну, по крайней мере, надеюсь. Что касается участников, то все они надеются только на победу. Несмотря на то, что мы довольно-таки юные, у нас амбициозный проект, я уверен в свои силы. Мы верим в себя, мы уверены в победе, уверены, что займем первое место. Завтра, с 16 февраля, уже начнется работа по компетенциям и продлится до 25 февраля. Победители этого чемпионата будут принимать участие в отборочных соревнованиях и у них появится шанс выступить в финале, который состоится в городе Южно-Сахалинск в августе этого года. Дмитрий Тымыров, Григорий Григорьев, Якутск. «Труд-крут» под таким названием в Якутске проходит первый республиканский конкурс профмастерства среди студенческих стройотрядов. Принимают участие представители четырех штабов. Это команда СВФУ, ЕГСК, среднего профобразования и города Якутска. Все подробности у Оксаны Устиновой. Команда в составе пяти человек должна пройти три этапа конкурса. Первый – ответ на вопросы по знанию охраны труда и сухого строительства. На втором этапе команда приступает к выполнению практического задания. За три с половиной часа установить каркасную стену, обшитую гипсокартоном высотой два метра. Стена обязательно должна быть с окном и дверью. Я разрезаю каркас для стены. Я должен придерживаться, во-первых, безопасности, чтобы не было порезов. А во-вторых, все было идеально. Я их очень хорошо знаю. Больше два года. Они уже умеют свое делать. Второе – проработали в Космодоро-Восточный. Там мы поработали чисто по строительству, по заливке бетонного пола и стены. За работой ребят пристально следят команды соперники. Они фиксируют каждую ошибку и проверяют процесс на безопасность труда. Однако, последнее слово за экспертами. По итогам первого этапа можно сказать, что ребята достаточно хорошо ответили на эти вопросы. Чувствуется подготовленность ребят. Сейчас очень востребованы такие работы, как сухое строительство. Сейчас его применяют практически повсюду. Поэтому в этом направлении работы очень много. Это профессия востребованная. Ну, как бы популяризация этого сухого строительства. Ну, заинтересованы ребята, работают очень хорошо. За свою команду болеет и Владимир Малкин. Он признается, что студенческие отряды – это одна большая семья. Кто хоть однажды работал в этих рядах, обязательно возвращается сюда вновь. Если ты в строительстве отряда, ты идешь вместе со всеми. Ты не один. Тебе помогают очень много таких же, как и ты, друзей, людей, студентов. Это очень хорошая организация. Я тесно скажу себя, я очень рад, что я туда вступил. По словам организаторов, это третий по счету подобный конкурс по России. Он проходит по стандартам WorldSkills. Ребята, которые победили, мы их будем ходатайствовать на сборную команду Дальневосточного федерального округа. На всероссийский слет студенческих отрядов, который пройдет в Ростове-на-Дону. Который пройдет в ноябре 2018 года. Завтра команда приступит к финальной отделке и продемонстрирует свои творческие способности. Имя победителя объявят 17 февраля на торжественном вечере, посвященном Дню российских студотрядов. Оксана Устинова, Григорий Охлопков, Якутск. Сегодня, 15 февраля, в более чем в 90 странах мира отмечают День детей больных раком. Актуальность проблемы, которой посвящена акция, к сожалению, возрастает. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком. Половина из них умирает. Известно, что залогом успешного лечения онкологических заболеваний считается своевременная диагностика. Цель даты не только привлечь внимание общества к данной проблеме, но и напомнить, что это не День отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых над страшным недугом. В столице открыли второй зал в Музее истории православия в Якутии. Музей располагается на первом этаже духовно-просветительского комплекса в Якутской духовной семинарии. Раньше экспонаты занимали только одно помещение, с сегодняшнего дня площадь значительно расширена. Сюжет Кристины Якуповой. В этот день, согласно библейским текстам, Богородица принесла младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. И в этот знаменательный для православных христиан праздник состоялось открытие второго зала музея. Сегодня великий праздник Сретения Господня – открытие второго зала музея истории православия в Якутии. Зал, посвященный памяти святителя Иннокентия и немного живописи и иконописи наших якутских иконописцев. Новый зал формировался в течение трех лет. Всю основную работу по сбору экспонатов возглавил краевед и ныне директор музея Валерий Дмитриев. Часть экспозиции посвящена святителю Иннокентию Вениамину, впоследствии митрополиту московскому и коломенскому. Святитель Иннокентий – уникальная личность не только в истории православия, но и в истории Якутии в целом. Там представлены на планшетах информация о святительском пути митрополита Иннокентия, фотографии. Основную часть зала занимают отреставрированные иконы. Ранее они принадлежали Троицкому собору. Тайная вечеря и два полотна с ветхозаветными сюжетами. Иконы были найдены еще в 90-е годы и хранились в церковном пределе. Предположительно, автор полотен – якутский известный художник Иван Попов. Сюда для реставрации работ были приглашены московские художники. И вот, наконец, они представлены широкой публике. Торжественные открытия ознаменовались подписанием соглашения между Якутской епархией и Министерством по делам молодежи и семейной политики республики. Также сегодня чествовали победители городской олимпиады для школьников по основам православной культуры. Кристина Якупова, Василий Слепцов, Якутск. Я волонтер. Под таким лозунгом в Ленской районной библиотеке открыли школу помощи людям. Более 40 человек разных возрастов пришли с одним желанием помогать другим. Чем конкретно занимаются школы и что для них значит быть волонтером? Слово Марине Крутихиной. Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать волонтером? Ответ на этот вопрос знали все собравшиеся на открытии в Ленском районе школы волонтера. Это мероприятие провели впервые. Провели, чтобы объединить лидеров и членов волонтерских организаций и неравнодушных людей разных возрастов и профессий. Сегодня на школе волонтеры участвуют как совсем новые люди, которые не знакомы с этой сферой, так и уже действующие добровольцы-волонтеры, а в частности волонтеры Лучеленска. Порядка 40 человек участвуют в этой школе и мы надеемся, что с каждой школы это количество будет увеличиваться. Год добровольца волонтеры Ленского района начали хорошим стартом. На прошлой неделе под патронатом комитета по молодежной и семейной политике прошла зимняя неделя добра. Во время ее проведения и решили открыть школу волонтера. На первое занятие пришли люди, которые хотят совершать добрые дела, но не знают как. Здесь они послушали лекции кураторов и узнали, какие в Ленском районе есть добровольческие организации. Возраст здесь не ограничен. Можно от 14 до 99 лет участвовать всем, так скажем. Нужно понимать, что волонтерство, оно разное. И люди могут помогать. Может некоторые боятся, может некоторые думают, что его как-то неправильно поймут. Кто не испугался, пришли сюда в числе первых с глубоким пониманием своей цели. В школу волонтеров я жду то, что больше людей станут волонтерами и наш мир станет немножечко добрее. Меня знакомая попросила прийти и пришлось отложить свои дела и сделать доброе дело по просьбе друга прийти сюда. Объединившиеся волонтеры будут действовать более скоординированно и эффективно, что даст возможность оказывать реальную помощь нуждающимся. Помогая другим, мы сами становимся лучше. Марина Крутихина, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». В Нейрингре открыли вторую межрегиональную творческую школу педагогов. Пригласили преподавателей и учителей музыки со всей Южной Якутии, рассказывает Екатерина Павлова. Первый этап творческой школы педагогов конкурсный по различным номинациям, где участники представят программу из одного номера для оценки жюри. Каждой номинацией будут определены лауреаты и дипломанты конкурса. Участников 70 преподавателей заявку подали. Поэтому по всем номинациям тут у нас и художники, и хореографы, и музыкальное исполнительство, и ансамблевое коллективное музицирование. Благодаря участию в межрегиональной научно-методической творческой школе педагоги могут обменяться друг с другом опытом, ознакомиться с новыми программами и проектами и повысить свой профессиональный уровень. Мне вообще хочется поблагодарить организаторов научно-творческой школы за то, что они дали нам возможность, во-первых, собраться все вместе, поделиться своими наработками, ну и, конечно же, быть услышанными. Вторым этапом проведения творческой школы станут курсы повышения квалификации преподавателей по теме традиционные и инновационные методы преподавания по проекту «Музыка для всех» и различные мастер-классы. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Пурпурный ветер, дующий с востока в Якутске под таким названием открыли выставку известных китайских художников. Торжество состоялось в Галерее зарубежного искусства имени Габышева при участии Института Востока СВФУ и Общества российско-китайской дружбы. Сюжет нашего корреспондента Петра Говорова. Так началось открытие выставки китайских художников, приуроченных к самому масштабному в Юго-Восточной Азии празднику – Восточному Новому году. Сейчас канун Восточного Нового года. Мы всех поздравляем. И это еще раз говорить, что искусство глубоко толерантно. И на выставке представлено 12 графических листов. Несмотря на то, что художники современные, китайские, мы видим очень традиционный взгляд. Всего на выставке продемонстрировано 12 графических произведений современных художников Китая. Джан Синхай, Лю Чиззю, Лянь Юньсян и других. Это искусство каллиграфии, которое вырабатывалось и живет до сих пор в Китае. Это искусство пейзажа традиционного, который, конечно же, очень такой лиричный, очень непохожий на европейский. И в этом, наверное, его изюминка. В Китае Новый год празднуют 15 дней. Это самый длинный и важный праздник по китайскому лунному календарю. Фестивали, гуляния, фейерверки. Правда, те, кто давно живет в Якутске, отмечают не так масштабно. Я уже здесь встречаю второй свой Новый год в Якутске. Мне здесь все очень нравится. Праздничный ужин – главная новогодняя традиция. Причем на столе должно быть как можно больше блюд. По поверью, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые являются полноправными участниками торжества. Мы обычно собираемся всей семьей и готовим еду. И обычно мы кушаем два раза. Сначала в 19 часов вечера пельмени, после 12 ночи. Ну, уже плотно. Оказывается, предметы, похожие на якутский дейбирь, существуют также в Китае. Мне кажется, что очень много схожего. У меня в руках предмет, который называется фу-чэн. Это атрибут, который продается в храме белой лошади. После открытия все присутствующие смогли продегустировать несколько наиболее известных сортов китайского чая, для приготовления которого используется специальная посуда, изготовленная из глины. Выставка продлится до апреля этого года. Петр Говоров, Илья Сыромятников, Якутск. Таковы итоги дня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте в курсе всех новостей и событий. Берегите себя. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова